Второй случай на видосы антидепрессанты. Вот послушайте. Это, знаете, не теоретические какие-то рассуждения, когда там вот что-то там рассуждают, а это практика. Это человек, который принимал. Вот что он пишет, который принимал антидепрессанты. У меня были проблемы одно время. Стали на этой почве сниться кошмары. Стало после них заикаться. Это выписали транквилизаторы. Это все было, значит, в Испании. Знаете, вот проблема и транквилизаторами она решится. Пила их больше месяца. Но стала подворовывать мелочь в магазине. Приходила домой, ломала и выбрасывала. То есть видите, как эти транквилизаторы повлияли на психику совершенно не в том плане. То есть проблема не решилась. А появилась еще новая. Через неделю стало страстно. Что я делаю? То есть у человека начал теряться контроль. Никогда в жизни воровством не занималась. Бросила резко пить транквилизаторы. А пила их около двух месяцев. Ужасно, 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 адски болела голова с утра до ночи около восьми дней. Ни парацетамол, ни одно лекарство, ни аспирин, ничего не помогало. Еле отошла. Прокляла все и всех. Никогда в жизни не повторю. Вот идет человек с проблемой. Как мы только что разбирали. Грубо говоря. У человека проблема с кредитом. Надо как-то выплачивать. А работы нет. Антидепрессанты, транквилизаторы. Все это там такое. Что они решают проблему с кредитом? Или они решают проблему с... Допустим, у вас там ребенок заболел. Или близкий человек заболел. И вот вы там беспокоитесь, переживаете, думаете, что это самое... Принимая вот эти все эти вещи, они выздоровеют. Нет? Это совершенно иные категории. Но вот тут я хочу сказать, что для того, чтобы вот... Когда вы решили оставить вот эти все эти лекарства и вывести их вон из организма. Потому что лекарства, которые мы принимаем, они постепенно входят в обменные процессы организма. И они уже, как бы сказать, в нем. Организм к ним как-то там привыкает. С ними там работать. И когда, значит, их нету, вот начинаются разного рода ломки. А именно, вот этот вот очистительный кризис, когда все это выводится из организма. Он как раз так вот и проявляется. Для того, чтобы его быстрее пройти, не надо ждать вот пассивно. Надо в это время поголодать. То есть вы решили оставить, допустим, какие-то там эти таблетки, которые вредно действуют на ваш организм. Чувствуете, тем более вас там посадили на всю оставшуюся жизнь. А чувствуете, что помимо того, что проблема не решилась, от приема этих лекарств добавились новые проблемы. Значит, принимаете голод, желательно на дистиллированной воде. И примерно где-то от трех до недели голодания потребуется для того, чтобы вывести вот эту всю химию лекарственную, которая растворилась в организме. Без всяких каких-то таких особых на эти последствий, боли и так далее. То есть организм сам мягенько, хорошо все это выведет. Вот что бы я вам хотел сказать по поводу приема разного рода успокоительных средств, неестественного происхождения, когда у вас какие-то проблемы, когда у вас начинается бессонница, в голове сумбур, начинает таять вес, ну и прочие-прочие-прочие проблемы. Вот, для этого надо эту проблему вообще-то решать, а не пытаться ее с помощью вот этих антидепрессантов и транквилизаторов отодвинуть в уголок. Не буду повторяться. Проблема не уходит, новое добавляется. Поэтому вот такое вот разъяснение. Не будьте наивными. Это очень важно. Потому что по своей наивности и незнанию, вот что нам сказали, то мы, допустим, и понимаем. А потом, а потом, о, а как же так? А что ж такое? Мое обращение к посетителям канала. Поддержите канал. Поставьте лайку. Дайте какой-нибудь отзыв. Это простые вещи. Я не прошу вас денег. Поддержите меня вот таким вот образом. Это канал не для того, чтобы вас развлекать, а для того, чтобы вам помогать.